Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем цикл бесед по первому соборному посланию Иоанна Богослова. И сегодня мы будем делать рассмотрение первой главы этого послания. Но прежде всего хочется сказать несколько слов о самом этом послании. Первое послание Иоанна – полное название. Первое соборное послание святаго апостола Иоанна Богослова. Это книга Нового Завета. Напоминаю, что такие послания, как послание Иакова, Иуды, два послания Петра и три Иоанна, называются соборными посланиями. Соборными или вселенскими, в латинской традиции – католическими, в греческой традиции – католические. Что значит соборные и вселенские? Так как они, в отличие от послания апостола Павла, которые обращены к конкретным церквам и конкретным людям, имеют кафолическое вселенское измерение. То есть с самого начала они были написаны для утверждения всех общин и всех церквей. Хотя автор послания не называет себя по имени, однако почти не вызывает сомнения, что оно написано автором Евангелия от Иоанна. Особенное построение фраз, склад мыслей, именование воплощенного Бога словом, логосом – все это указывает на личность апостола и евангелиста Иоанна Богослова или того, кто написал от его имени Евангелия от Иоанна. Судя по всему, это послание, первое послание Иоанна Богослова, оно было написано в 90-х годах I века, почти сразу за Евангелием. Обращено послание к верующим малазийских церквей, где подвязался в своем служении апостол-евангелист Иоанн Богослов. Древнейшее из известных рукописей послание – Синайский и Ватиканский кодексы IV века. Послание цитируется Поликарпом Смирским и Иринеем Леонским, Клименту, Александрийскому и Оригену из всех посланий Иоанна было известно только первое. Таким образом мы устанавливаем, что оно было известно и во II и III веке. Главная тема этого послания. Первая тема – Слово Жизни. Первая глава с 1 по 4 стих. Далее – Бог есть Свет. Первая глава с 5 по 10 стих. «Христос наш ходатай предатцем умилостивление за грехи наши». Вторая глава с 1 по 17 стих. «О последних временах и об Антихристе». Вторая глава с 18 по 23 стих. «О пребывании в истине». Вторая глава с 24 по 29. «Дети Божие». Третья глава с 1 по 10 стих. «Любовь к ближнему». Третья глава с 11 по 24 стих. «Духи истины и духи заблуждения». Третья глава с 1 по 6 стих. «Бог есть любовь». Третья глава с 7 по 21 стих. «О вере». Третья глава с 1 по 13 стих. «О силе молитвы». Третья глава с 5 глава с 14 по 16 стих. И заключительные слова, которые как бы подытоживают послание. 5 глава с 17 по 21 стих. «Самая известная цитата из этого послания». «Бог есть любовь». Теперь отдельно о содержании 1 главы. «Свидетельство о личности Христа и его божественном превосходстве». 1 и 2 стих. «Знание его, божественного превосходства, осознание его, дает нам общение с Богом и Христом». 3 стих. «И радость». 4 стих. «О природе Бога». Стих 5. «Какому хождению она обязывает нас?» Стих 6. «Что дает такое хождение?» Стих 7. «Путь к прощению греха». Стих 9. «Какой вред мы причиняем себе? Отрицая свой грех». С 8 по 10. И первый отрывок. Первый и второй стих. «Свидетельство о личности Христа и его божественном превосходстве». И мы читаем. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Здесь евангелист и апостол Иоанн Богослов свидетельствует о том, что он и другие апостолы, они были самоочевидцы слова. То есть они свидетельствовали не о том, о чем прочитали в книгах, о том, что слышали своими ушами, видели своими очами и рассматривали, и осязали своими руками. Как самоочевидцы слова, они свидетельствовали, как истинные и достоверные свидетели. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иногда люди, которые хотят доказать историческое существование Христа, они ищут разные источники, где говорится о Христе, не обращая внимания на то, что каждая книга Нового Завета, четыре Евангелия, соборные послания, 14 посланий Павла и Апокалипсис – это отдельные книги, которые содержат в себе отдельные свидетельства о Христе. Так что они были собраны воедино под общим названием Новый Завет, это достаточно поздний процесс. То есть это россыпь свидетельств, и самое достоверное из них – это свидетельство самоочевидцев слова, то есть логоса Христа, которые видели его своими глазами, слышали своими ушами и осязали своими руками. И, наверное, вы помните, братья и сестры, когда погиб Иуда, и надо было избирать Нового Апостола, об этом рассказывается в первой главе книги «Деяний святых апостолов», то Нового Апостола выбирали по принципу, что он должен был быть свидетелем всех событий, начиная от крещения Иоанна и до вознесения Христа на небо. Иоанн Богослов – это верный свидетель, который имел свидетельство Иисуса, то есть говорил о том, что он мог засвидетельствовать именно как свидетель. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Послание начинается с удостоверения истинности благовествования о слове жизни и о целях этого благовествования, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, и чтобы радость ваша была совершена как в своем Евангелии, так и здесь святой Иоанн именует второе лицо Пресвятой Троицы словом, логосом. Апостол свидетельствует, что будет говорить не о том, что знает только понаслышке, а о том, чему он сам был очевидцем, слышателем и свидетелем». Итак, мы видим, что апостолы не были никакими свидетелями Иегова, они были свидетелями Иисуса и носили в себе свидетельства Иисуса, и Христос их называет свидетелями своими, «вы свидетели мои», говорит он. Беда Достопочтенный пишет, «Вместе здорованной благодатью Духа укрепляла уверенность учеников и то, что они с самого начала были с Господом и поэтому могли с полной точностью проповедовать, что Он совершал и что они слышали от Него». Это гамилия на Евангелие беды Достопочтенного. То есть проповедь апостолов это прежде всего свидетельство о том, что они слышали, что они видели, что они осязали своими руками. И также Беда Достопочтенный, это его работа о семи кафолических посланиях, он пишет, «В этом послании блаженный апостол Иоанн порицал главным образом Керинфа и Маркиона, утверждавших, будто до Марии Христа не было». И за них он даже свое Евангелие написал, в котором он, излагая собственными речами то, что узнал от Господа и опровергая еретические глупости апостольским авторитетом и своими словами и словами Господа утверждает, что Сын единосущен Отцу. Далее идет третий стих, в котором говорится, что знание, познание Его Христа божественного превосходства дает, сообщает нам общение с Богом Отцом и Сыном Его. То есть, когда мы возрастаем в познании о божестве Христа, мы имеем общение и с Отцом и Сыном. И мы читаем этот третий стих о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцем и Сыном Его и Иисусом Христом. Оказывается, что когда слова евангельского богорестования, они проникают в чье-то сердце, они оказываются тем начатком, который может обеспечить нам личное общение с Богом Отцом и Богом Сыном действием Духа Святаго. Четвертый стих свидетельствует о том, что такое возрастание в познании Божественного сообщает нам великую радость. Читаем четвертый стих. Иисие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И согласитесь, это абсолютная радость осознавать, что через исследование евангельского благовестования мы получаем возможность общаться и с Отцом, и Сыном, действием Духа Святаго. И беда Достопочтенный пишет «Учители тогда достигают полноты радования, когда своей проповедью приводят многих в общение Святой Церкви и в общение с тем, кем укрепляется и растет Церковь с Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Это из трактата беды Достопочтенного. о семи кафолических посланиях. Далее пятый стих говорит о природе Бога. Шестой стих свидетельствует о том, какому хождению эти истины обязывают нас. Читаем сначала пятый стих. «И вот благовестие». Благовестие – это значит радостная весть. «И вот благовестие», то есть благая весть, радостная весть, которую мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. мы не находим это благовестие в четырех Евангелиях. Таким образом, как Иоанн и пишет в своем Евангелии, если описывать все действия Христа, то есть воспроизводить все его слова, то весь мир не вместил бы этих книг. Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, то есть Бог есть абсолютный чистый свет. Шестой стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а Он есть свет, в котором нет никакой тьмы, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Действительно, тьма и свет это такие противоположности, которые одна, свет, исключает тьму. Причем, как мы знаем из учения Отцов Церкви, Бог не творил зла, Бог не творил тьму, это значит, что есть только божественный свет, а тьма в нравственном и моральном смысле это не согласие с божественной чистотой и святостью. Тьма, как таковая, не существует, как не существует, как таковой грех, это удаление от блага света, удаление от воли святаго Бога. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, здесь содержится чрезвычайно важное благовествование о Боге человеке. Бог, свет есть, он начало и источник всякого света, всего благого, всего справедливого и бессмертного, он является всеистиной, все благом, все справедливостью, все бессмертием и ни в коем случае не является и не может быть началом и источником зла, греха и лжи. Благая весть состоит в том, что Христос говорил и показал своей жизнью, что поскольку Бог есть бесспорно и безусловно свет, то в нем нет ни следа тьмы, никакой тьмы, где тьма, где тьма в Бога человеке, где грех в нем, никто и никогда не укажет в нем ни единого греха, поскольку он был совершенно безгрешен. Тьма происходит от греха, а грех от дьявола, так как дьявол первый, который удалился от блага божественной любви. Тьма происходит от греха, а грех от дьявола, который является совершенной тьмою, поскольку дьявол есть дьявол, по-гречески дьявол, дьяволос это клевещущий, то есть искажающий истину. Все, что в нем является сущностью, противоположной Богу, Бог есть свет, дьявол тьма, Бог есть жизнь, дьявол смерть, Бог есть истина, дьявол ложь, ведь Господь наш, Иисус Христос, как истинный Бог, может сказать про себя «Я свет миру». Евангелие Атеана, 8 глава, 12 стих. «Я свет жизни». Дьявол не может сказать противоположное «Я есть тьма миру, я есть тьма жизни». Единственное, из-за него то есть из-за дьявола. Мир, люди не могут увидеть смысл этого мира и цель жизни. Своей тьмой дьявол затмевает глаза людей, чтобы они не видели, что есть в сущности своей мир и что есть воистину жизнь. Если человеческие глаза могут видеть, то необходимо существует Христос, только со светом Христа мы видим, поэтому если мы не видим, в суе имеем глаза. Конец цитаты. Здесь прямая аллюзия с известными словами из Библии «Имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат». Далее идет седьмой стих. Здесь говорится о том, что дает нам хождение в познании Бога, кроме радости. И мы читаем седьмой стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он, то есть Христос, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вы слышите это, отцы, братья, сестры? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть нету такого греха, нету такого преступления, которое не смогла бы омыть кровь Христа Иисуса, Который взял на себя все грехи, все немощи, все преступления этого мира, чтобы силой своей крови в себе саму совершить дело нашего искупления. Блаженный Августин пишет, «Если мы ходим во свете, как и сам он во свете, мы имеем общение друг с другом, будем ходить во свете, как и сам он во свете, чтобы мы могли быть в общении с Ним, но что нам делать с грехами? Слушай, что сказано дальше, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого прегрешения». Великое уверение даровал нам Бог, недаром мы празднуем Пасху, в которой была пролита кровь Господа, очищающая нас от всякого прегрешения. Ободримся, дьявол удерживает нас по долговому обязательству, но кровь Христа, кровью Христа, оно, это обязательство, смыто. Имеется в виду рукописание, это аллюзия с посланием Колоссянам 2.14 «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистит нас от всякого прегрешения». Что значит от всякого прегрешения, от всякого греха? Слушайте внимательно. Только что эти люди, которых мы называем младенцы, кто был крещен во время давешней пасхальной службы, исповедав Христа, очистились от всех грехов во имя Христа силою Его крови. Вошли они ветхими и вышли новыми. Что значит вошли ветхими и вышли новыми? Старыми вошли, младенцами вышли. То есть мы входим в купель, как бы замоторевшие в грехах и выходим из нее как чистые младенцы. Ветхая жизнь, то есть прежняя, греховная, дряхлая старость, новая жизнь, младенчество, возрождение. Но что делать нам? Прошлые грехи прощены и не только им, но и нам тоже. Однако после крещения и отмены всех грехов, так как мы живем в мире этом, среди испытаний, может быть, какие-то прегрешения мы опять набрали. Поэтому человек пусть делает, что может, пусть исповедует себя тем, кто он есть, чтобы его исцелял тот, кто всегда есть, тот, кто есть. То есть мы исповедуем себя грешниками, а тот, кто всегда есть, тот, кто есть, ибо он всегда есть и есть, мы же не были и есть. Конец цитаты. Действительно, когда-то нас не было, Господь из небытия в бытие приводит нас, мир греха захватывает нас, но таинствами церкви мы обновляемся вновь и вновь. Далее говорится о пути к прощению греха, об этом свидетельствует 9 стих, и далее какой вред мы причиняем себе, отрицая свой грех. Об этом с 8 по 10. Вот это свидетельство очень важное. Оно показывает, что никто не может избежать греха и прегрешения. Читаем 8 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Как я часто говорю, все мы хорошо замаскированные грешники, но в глазах Бога мы абсолютно прозрачны, и ему известно наше реальное, настоящее состояние. Да, ты не убил, но ты прелюбодействовал. Да, ты не прелюбодействовал, но ты доносил. Да, ты не доносил, но ты завидовал, а виновен в одном становится виновен во всем, ибо тот же, кто сказал не убий, он же сказал не прелюбодействуй. Блаженный Августин пишет, смотри, что он говорит, если мы скажем, что греха не имеем, мы сами себя обманываем, и истины в нас нет, значит, если ты исповедуешь себя грешником, есть в тебе истина, истина – это правда, и когда мы говорим о себе, что мы грешники, это истина и правда, она сама по себе приближает нас к Богу, который является абсолютной истиной. Значит, если ты исповедуешь себя грешником, есть в тебе истина, ибо сама истина и есть свет, «Жизнь твоя еще несовершенно просияла белизною, потому что есть еще в тебе грехи, но уже ты начал просвещаться, потому что есть у тебя исповедание грехов». Прекрасные слова Блаженного Августина. И мы читаем 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Людям свойственно все время конспирировать свои грехи, скрывать от других. И когда псалмопевец Давид восклицает «Научи меня оправданием твоим», он как бы говорит «Научи меня оправданием твоим, я не нахожу себе оправданием». И когда мы признаем себя грешными от темени головы до подошвы ног, это уже путь истины, и с этого момента Бог сам становится оправданием нашим. Блаженный Августин пишет «Смотри, что он далее говорит, если мы исповедуем грехи наши, верен и праведен он, чтобы оставить нам наши прегрешения и очистить нас от всякой неправды. Не только от прошлой, но и если мы какую наберем из этой жизни, то есть уже живя христианами. Ведь человек, пока носит плоть, не может не иметь хотя бы легких грехов, но не пренебрегая и такими», то есть так называемыми легкими грехами, которые мы называем только легкими, оценивая по весу, «Ты можешь пренебречь ими, но оценив по числу, их ужаснутся». Много легких вещей составляют одно большое целое, множество капель наполняет реку, из множества зерень получается груда. Так на что же нам надеяться? Прежде всего на исповедь. «Пусть никто не считает себя праведным, и пусть человек, который не был и есть, не вздымает в ию пред очами Бога, ведь нас когда-то вообще не было, не вздымает в ию пред очами Бога, который видит, что такое есть человек». Итак, прежде всего исповедь, затем братская любовь, ведь о любви, что сказано? Любовь покроет множество грехов. И далее мы читаем 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога, лживым, и слова Его нет в нас». Действительно, Христос приходит в этот мир, чтобы не судить этот мир, а спасать этот мир от власти греха. И если кто-то говорит, что у него нет грехов, это ужасное и наиопаснейшее самомнение, прелесть, то есть состояние самообмана. Блаженный Августин пишет, «Если ты скажешь, я не грешил, ты представляешь Его лживым, желая сам выглядеть правдивым, как может быть, чтобы Бог был лжив, а человек правдив, когда Писание, вопреки этому, говорит, всякий человек лжив, Бог один правдив». Итак, «Бог правдив сам по себе, ты правдив в Боге, ибо сам по себе ты лжец». То есть мы становимся носителями правды тогда, когда говорим слова Бога. Как в Новом Завете сказано, «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии». Также Блаженному Августину принадлежат слова, «Ибо разве есть кто-нибудь, у кого не было бы греха, как сказано в Писании, не даже у младенца, жизнь которого на земле насчитывает лишь один день, такой младенец не совершал греха, но получил от родителей». И действительно, в 50-м псалме мы находим слова «В беззаконии зачат я, и в грехе родила меня мать моя». Итак, досточтимые отцы, братья и сестры, сегодня мы сделали с вами обзор первой головы первого соборного послания Иоанна Богослова. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Также и спрашиваю ваших молитв о этом новом цикле бесед, чтобы они были доведены до конца, эти беседы, и принесли бы необходимое наседание вере слушающим.